Каждый свой день ульяновские аграрии начинают с прогноза погоды, ведь от температуры за окном будет зависеть дальнейшая работа в полях. А так как весна в этом году выдалась холодной и дождливой, то с началом посевной пришлось немного подождать. Тем не менее, земледельцы сложа руки не сидели. Занимались подкормкой зимых, готовили семена, удобрения и технику. В хозяйстве Василия Козлова, например, новенький самоходный опрыскиватель. Про него глава КФХ рассказал губернатору. Это американец на самом деле. По форсуночным отключениям стоят высокочастотные соленоиды, которые позволяют дозированно и точно доносить те препараты, средства защиты растений до каждого растения. К яровому севу в итоге приступили в 20-х числах апреля. Но несмотря на сложные погодные условия, аграрии уже засеяли 62% полей от плана. Работают без выходных, а в некоторых хозяйствах и вовсе круглосуточно. Как отметили в гидромедцентре, за мае в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Больше всего пострадала за Волжье. Там выпала 2,5-месячные нормы дождей. Да и среднесуточная температура воздуха в этом году на 4 градуса ниже нормы. Запасы продуктивной влаги в слое почвы до 20 метров достаточно неоптимальный. 23-36 мм. По Заволжьим району избыточный до 45 мм. По юго-области местами недостаточный. Паловка родища 6-17 мм. Тем не менее, состояние зимых опасений не вызывает. Об этом говорят и метеорологи, и ученые. 98% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Среди пострадавших полей два в селе Чеботаевка Сурского района. Всему виной осенняя засуха. Обращаю внимание, что необходимо ввести постоянный контроль за состоянием посевов-хозимых для своевременного проведения мероприятий по борьбе и болезненным средствам. Поэтому мы сейчас с вами ожидаем, так или иначе, в мае уже тёплую погоду. И в связи с этим и болезнь, и вредитель начнёт активно развиваться. Как отметили в гидромедцентре, до конца мая погода в регионе будет нестабильная. Ещё несколько дней ночью ожидаются заморозки. Но потом температура пойдёт на повышение. Потеплеет к концу следующей недели. А аграрии надеются, что в летний сезон погода не преподнесёт сюрпризов. Анна Тищенко, Улправда ТВ.